Следующий вопрос. Сергей Лавров на полях саммита Бритц исключил присоединение Германии и Японии к Совету Безопасности ООН на постоянное осмотрение. В аргументах, которые привел министр, он не упомянул, что обе эти страны вновь встают на путь милитаризации. Особенно старается Токио, резко увеличивая расходы на оборону, предлагая США свои технологии для военного применения и размещая у себя представительства известных оборонных подрядчиков. Япония также отправила свои истребители F-35 в Австралию. Каким образом, по вашему мнению, должна реагировать на эти действия Москва? Вы знаете, первое, по поводу участия или по поводу дебатов об участии или претензиях Германии и Японии на расширение Совбеза и на кресло постоянных членов. А какая добавленная стоимость будет от их участия? Ведь все-таки в этом должен быть какой-то смысл. Я просто, во-первых, напомню, что они полностью ассоциируют себя с политикой Вашингтона. Полностью. Нет тех на данном этапе, тем более, нет тех сфер, где бы они отставили хотя бы собственные интересы национальные, а не шли бы в фарватере Соединенных Штатов Америки. Это раз. То есть просто мир получит еще две руки, которые будут голосовать за все, что будет инициировать США. Это во-первых. Во-вторых, что касается участия и расширения Совбеза, мы уже говорили об этом неоднократно, но помимо тех каких-то наработок, которые есть, вы поймите, сегодня что мы имеем? Мы имеем среди постоянных членов Совбеза тройку США, Британия, Франция, которые практически идентичны в своих взглядах, потому что идут опять же в американском фарватере. А к этой идентично голосующей тройке, по базовым вопросам, их позиции не расходятся. И уж точно не противоречат уже несколько десятилетий. К этому еще добавляются голоса тех западноевропейских непостоянных членов, которые тоже, либо являясь членами ЕС и НАТО, идентично голосуют с вот этим НАТОвским мировоззрением, либо ассоциируют, не будучи, допустим, членом НАТО или членом ЕС, но ассоциируются, официальная такая даже позиция есть, ассоциированное, ну не членство, а ассоциированное голосование. Каждый раз. Мы что, будем это что ли расширять? Вообще, я сейчас скажу одну из школ мыслей, вообще, на мой взгляд, нужно анализировать участие стран в блоковых союзах, в блоках военно-политических, блоковых организациях на предмет наличия там пункта об обязательном голосовании и обязательном встраивании своей внешней политики в политику блока. И учитывать это на предмет участия в работе Совбезу, уж тем более на перспективу в плане расширения. Если страна имеет обязательство внутри какой-то организации выстраивать свою международную деятельность в русле этой организации и не противоречить ей, какой смысл от ее участия в политических вопросах или в разработке и реализации политических вопросов, как самостоятельного члена Совета Безопасности. Это же абсурд. Мы же уже знаем, что позиция, я не знаю, всех членов НАТО по вопросу того же самого украинского конфликта, она идентична, она не может отличаться. Они даже собственные национальные интересы не могут отстоять на фоне того, что там творится. Потому что тем более голосовать в каких-то комитетах Генассамблеи или еще где-либо. Это вот второй нюанс очень важный. Не только национальное качество этих стран, которые просто положили на алтарь служение Соединенным Штатам свой суверенитет, но их еще блоковые обязательства, в частности Германии, как члена НАТО. А сейчас еще и Японию и другие страны регионов стягивают вот эту вот натоцентричную ось. Но и плюс их, вот еще раз говорю, и национальные, так сказать, курсы на полную ассоциацию с США в плане геополитики, и плюс еще их обязательства внутри блоков. А вторая тема, то, о чем вы говорите, это ремилитаризация Японии. А мы постоянно об этом говорим и в ходе брифингов, и в ходе стратегических таких выступлений, программных статей руководства МИДа и в ходе заявлений, выступлений наших представителей за рубежом. Мы четко указываем японской стороне на недопустимость любой военной активности, создающей угрозу безопасности нашей стране, а также оказывающей дестабилизирующее влияние на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нашу заботчинность разделяют и другие азиатские государства. Мы предпринимаем Димаршу в адрес официального Токио по дипломатическим каналам, в том числе в связи с возросшей частотой японских военных учений, включая совместные с США и другими государствами НАТО маневры в непосредственной близости от российских границ. И регулярно вам об этом говорим. На днях сделали представление по такому мероприятию, проведенному японской стороной в морском районе к востоку Курильских островов, и предупредили, что подобные провокационные действия ведут к эскалации напряженности и не останутся безадекватных ответных мер, направленных на защиту наших дальневосточных рубежей.